Продолжение следует... 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 Кто какую роль сыграл, может быть, какие-то интересные реализации? Ага, пожалуйста, передай по цепочкам. Сослава Ширик Прабхупаде и другому духовному учителю, что пришли мне раньше на своем городе Бухарадзе. У меня такая природа всегда была бороться за справедливость. И, между тем, падение Юпитера в гороскопе свидетельствовало о том, что я совершенно не понимаю, кто такие старшие, и почему нужно общаться со всеми в какой-то градации, а не на равных. В борьбе за справедливость. Вот этот бунтарский дух, я совершенно не знала, что с ним делать. Даже придя в сознание Кришны, это доставляло мне очень много хлопот, в том числе со старшими. И Гуру Махараш, он просто удивительным образом, и своим примером, и в своих наставлениях, он передал ценность вот этого принципа «тринада бисуничина», что это на самом деле и есть настоящая победа. И настоящее, как бы сказать, самое сильное оружие и самая ценная вещь. То есть, по сути дела, мне не пришлось больше ни за что сражаться. Единственное, за что сейчас нужно сражаться, это именно за это сознание. И вот в те секунды, когда удается соприкоснуться с этим сознанием, то есть все те проблемы, которые меня тревожили в этом смысле, они сходят на нет. И вот я просто очень благодарна, потому что это на самом деле духовное решение, вот эта материальная проблема, которая тревожила всю жизнь. Помимо всех прочих, бесконечно у каждого есть вот такой опыт удивительных решений. Джар, спасибо. Учительная реализация. То есть вздохнулось легче. Спасибо. Не надо бороться, не надо выживать, не надо утверждаться. То есть духовная жизнь, чем хороша, Кришна воспринимает такими, какими вы есть. То есть не надо стремиться за ложным престижем и утверждать себя так, как хочет от вас это общество. Это забирает много сил, это достроит такой стресс, понимаете? То есть подтягиваться по стандарту общества. А это значит, идея для всех одна. То есть деньги, успеху противоположного пола, талант какой-то там, политик, музыкант, либо актер-бизнесмен, да? То есть вот такой стандарт. И успешный, и много потребляешь. Много тратишь денег. То есть вот этот стандарт для всех предлагается. И это стресс для меня. Она не уместится в эти рамки, в эту нишу. А у других людей может быть другая природа. Но мы им ломаем. Это стресс. А в духовной жизни Кришна принимает вас такими, как вы есть. То есть не надо ничего из себя заблажать. Выжимайте себя в то, чем мы не являемся. Очень замечательно. То есть одна ножа скрепчет, это облегчение большое. Дорого облегчения. Хорошо. Седьмая глава у нас. Об основании принципов предного скружения. И мы помним, что есть три первые главные наставления промежуточные. Вход в Бхакти, в храм Бхакти, в Лестнице Бхакти. И я хотел спросить у вас. Какие между этими тремя различиями, то есть между этими тремя первыми пунктами, как я сейчас назвал на санскрите. Какие есть различия? Предварительные промежуточные. То есть дам подсказку. Все касается инициаций. То есть эти три, они будут вокруг инициаций. Как мы можем на осмысление использовать? Подумать, как? Первое относится к какой инициациям? Ну да, это как бы инициация в сердце называется. Это когда мы принимаем буду. То есть первый, куру падашая. То есть мы принимаем гуру. Второй будет настоящая инициация. То есть гуру принимает нас. Второй будет гуру принимает нас. А третье, мы, в связи с тем, что мы друг друга приняли, то есть как следствие, мы уже совершаем его на служение. И вот термин принятие, правопад он его объясняет. Это, кстати, в ваших тестах есть. Принятие, он говорит, принятие вот, что действительно необходимо. То есть как мы его приняли. Как это понимается? Что значит принятие вот? Я принял буду. Правильно. То есть это значит сразу следует его наставлениям в ани. Так как это самое главное, правильно? Следует наставление в ани. Не обязательно даже в апах физическое общение. В ани, если мы стоим наставлениям, то мы, предполагается, обязательно дойдем до конца духовного пути. То есть магистийным совершенствам. Потому что наставления даны уже. Это сад дхарма. То есть это наставление, которое доведет нас до высшей цели. То есть принять. И сегодняшняя тема будет служить духовным учителям сферы и требностям. Вишрамбена, друг с вами. Ачария объясняет, что служить. То есть Вишрамбена, значит, может быть объяснена как почтительное служение с элементами дружбы. Вишрамбена, это Вишрамба, это дружба. То есть есть Вишрамба-даси, есть на Вайгунхе есть такая, ну, Даси-раса делится она пополам. То есть получается, ну, это с элементами дружбы. То есть надо относиться как бы почтительно, да? С одной стороны, то есть мы уражаем все почтение. То есть у нас есть сакшат-хари. То есть ни в коем мере нельзя приближаться. К садху нельзя приближаться, близко это как в воде, знаете. То есть можно приближаться, но ровно настолько, чтобы погреться. Но если еще ближе, обожжешься. То есть по этому сакшу мы почтением выражаем, но с другой стороны, элемент такой дружественной, дружественной почтительности. Опять же, тут есть тонкая грань, я забыли, почему-то, потому что сразу можно достать фамиллярность. А фамиллярность, это, в принципе, контент, на английском начале, приводит к распространению, к произведению. То есть, поэтому нам надо понять, что служение гуру, это имеет свой особый элемент. То есть надо установить личностные отношения, очень близкие желательно. Другой стороны, то есть. То есть, есть официальная, да, то есть, как бы, понятно, часть программы, но должны быть близкие отношения. Почему? Ну, что вы обсуждаете очень сокровенные вещи, ну. Никогда и наставление говорится. Один из шатвы, который приглашен, это открывать ум, да. То есть, говорит о сокровенном, то есть, поэтому нужны какие-то отношения. Ну, вы не скажете, вы сможете говорить о сокровенном, правильно? Не скажете. Поэтому, надо понять значение голосового и совершать служение с вероятностью, с почтением, с дружбой, и быть, и с каким-то гуру. То есть, это предполагается довольно личностное и довольно тесное и регулярное общение. Регулярно. Опять же, гуру, это широкое освещение. И подтверждение Швуру Бхасвами, он ссылается на стих, известный стих, которым, конечно, объясняет положение отношения к Ачарьи. Ачарьи, Магу, Жанья, на Маманита, как ичит, на Мартир, Буха, Суета, Сарбадавам, Маю Грух. То есть, он говорит, что нельзя завидовать Ачарьи. Ачарьи нельзя завидовать и относиться как к обыкновенному человеку. Почему? Потому что Ачарья – это я сам, Кришна, Буха. И это местилище всех полу-боков, Сарбадавам, Маю Грух. То есть, это очень могущественная личность, она наделенная. Авеша, то есть, она... Авеша – это, значит, сходное, наделенное потенциалом определенным. Все полу-боги там. Кришна сам говорит, где есть Ачарья. Ачарья, Магу, Жанья. То есть, видя Гуру, да, то есть, Гуру для нас – это Кришна. То есть, это прозрачная среда, где Кришна говорит нам, используя Гуру. То есть, когда Он говорит, это наша Кришна. Он стоит, говорит нам, и мы должны понять, где это Кришна. Ну, как бы, Гура является проявлением сверху души, чая Тья Гуру. И поэтому он, чай Тья Гуру, находится в сердце у каждого. Не каждый его может слышать, до тех пор, пока он не прошел в нишну, как минимум. Вернее, не очистился от анадхо-неврития, не прошел процесс, до нишну. А поэтому, в идеале, слышать сверху душу, чай Тья Гуру изначального Гуру. Но так как мы его не слышим, он проявляется в огне, в форме духовного учителя. И вот он вам говорит, а так Кришна говорит. Почему? Потому что он его слышит. Правильно? То есть, какая вы видите. Никто не должен завидовать, не относиться, как к обыкновенному человеку. То есть, очень аккуратно. И Мишна Чебы говорит, что только помилостей с истинным духовным учителем можно с легкостью избавиться от анадхо-надхо, заслужить благосклонность Бхагалама. То есть, появилась истинная Гуру, все анархи быстро уничтожаются. То есть, мы служаем Нашей анархии, и улетают вороны, которые напуганы громким пением киркана или выхлопанием. То есть, у них разлетаются все анархии наши. Служение Гуру – это сакраменно, это сэва. То есть, это сакраменно, это вечный принцип. То есть, служать Гуру, мы... То есть, Кришну непосредственно удовлетворяем Кришнам просто, ну, вымывается эти анархи легко. Потому что Кришна управляет этим процессом, мы ничем не управляем. Мы с анархами не можем разобраться. Согласны? Анархи, они как были, так и есть. И от них избавиться – это непоносимо, чрезвычайно тяжело. Требически невозможно. Нам. То есть, этим процессом занимается Кришна, но когда мы служим Гуру, то есть, этот процесс, ну, Кришна начинает участвовать. А, как я говорил, Джива Гасан, он говорит, что есть два вида общения с садхой. Маха-бхагаватах-саба, двитхах, двитхах, то есть, два вида. Один есть просангам-рубам, то есть, это общение, обмен, вопрос ответа, то есть, разговоры об абсолютной истине. А второй будет прочита-рубам. То есть, это непосредственно служение телу в Гуру или наступление. То есть, по этому это очень важно. И я проведу вчера этот стиль, который описывает исключительное общение, исключительную форму и условия для общения. То есть, возможно, вы помните, три элемента общения. Мы участвовали в Гуру. Мы участвовали в Гуру. Мы участвовали в Гуру. Шхемат-бхагаватамардха. Асфаду-васикавасах. Сфаджат-тия-шья-синдха. Сфаду-васикавас. 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 Три этих вещи, они необходимы для постижения смысла Шима-бхагава. 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 Шима-бхагава считается самосатурами. Это что касается этого принципа. Если нет, то она будет последующая. Дальше. Какое называется? Садху-васикавас. Это значит следует пастапан святых личностей. Рупа-касами его повторяет. Наставление падашам витриграть садов-виддех. Садов-виддех следует садху. Это является одной из форм. То, что благодарствует бхакти. Бхакти просидит. То есть, то, что дает на развитие бхакти. То есть, это принцип предмолослужения. Необходимо следовать наставлениям нашего духовного учителя. Истинных садов-виддех следует. И есть три опоры. То есть, три колонны нашего храма бхакти. Основа жиждится. То есть, три такие опоры. Как я называю? Как я называю? Нет, это сейчас в другой области. Неплохо, а странно. То есть, там, ну, есть три основы. Диссиданты, да? Основные. Основные. Сурии. А? Да. Гуру, Саду, Шастра, да? То есть, есть три такие, знаете, как вот в космологии, или в ракетостроении, как правильно назвать. То есть, есть система GPS, да? GPS, да? То есть, определение положения пространства, она базируется на трех спутниках. То есть, три спутника, они находятся в разных частях пространства. И когда вы запрос делаете на GPS, то эти спутники, они точно вычисляют с трех разных систем кардинал, с точек. Они вычисляют, где вы находитесь. То есть, называется система GPS. То есть, в нашей философии это будет тоже GPS, она называется Гуру, Парам, Парасистра, да? GPS. То есть, три вещи. Саду, Гуру, Шастра, да? То есть, как раз они показывают, да? Где мы находимся относительно нашего нынешнего состояния, куда мы движемся, да? И что, какой путь нам надо пройти. То есть, мы с помощью этого GPS вычисляем. И лучший GPS это, какой? SPG. SPG это значит Supreme Personality of God. В сердце. То есть, это светлый шар в сердце. То есть, это лучше GPS. Ну, может, в наше время Гуру Садху Шастра. Первое АГ, оно заменено вместо Гуру Гугл. Гугл Садху Шастра. То есть, Гугл Махардж. Или Пятая Веда, я буду называть. И, кстати, Гугл, он как Бог. У него есть два качества Бога. Гугл Садху Шастра. Все знают. Все знают. И все про них звучат. Омни Презент. Омни Презент. Омни Протент. Поэтому наша система сейчас Гугл Садху Шастра. И в этом, между наставлениями Гуру, парампоры, не должно быть никаких расхождений. То есть, приводится как пример. То есть, насколько эта система, она незыблема. Даже пример приводится Будды, в вашей пособии. Господь Будда, он, смотрите, он пришел, он был Богом, да? То есть, он Бог. Но он отверг Веды. А Веды – это Шастра, это самое весомое. Ну, сейчас мы выясним. Бог отверг Шастра и говорится, что следовать Будде нельзя. Вы не будете бредными. То есть, даже наставления Бога, они были не так весомыми, как Шастра. То есть, получается, что какая из этих трех… Я, конечно, неправильно начал строить. То есть, я хотел вас спросить, а что же самое весомое из этих трех? Шастра. Вот это Шастра. Правильно? Даже Бог, но Его наставление, оно не такое весомое, как Шастра. Шастра – это всё, это железо-бетон. Шастра говорит – это всё. То есть, это весомее, чем Гуру и Садху. А какой принцип? Вот, если есть противоречие, что надо принять? А? Гуру. Гуру, да? Есть одно мнение Гуру? Парамбара. Парамбара – это что? Садху? Садху. Это садху. То есть, есть два мнения. Какое ещё есть? Ну, надо третий использовать и тогда понять, что если Гуру и Шастра будут противоречены? А если третий будет противоречен? И все они будут противоречить, что делать? То есть, мы попали в полное, так сказать, очевидное противоречие, тройное причём ещё. Ну, это бывает. Противоречивое утверждение, Шастра, Гуру – это не расходится. То есть, это нормально. То есть, это не расходится, это и есть. Просто как действовать? Как это? На практике. На практике. На практике. Что надо делать? На практике. Шастра говорит, не ешь много пиццы? Только на 1 третье желудка. На практике надо. Гуру, Гуру, Гуру. Гуру, 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 Гуру. Гуру, Гуру, Гуру. Гуру, Гуру, Гуру. Гуру, 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 Гуру. 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 Гуру, Гуру, Гуру. Гуру, Гуру, Гуру. Гуру, 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 Гуру. Гуру, 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 Гуру. непосредственно сам Кришна правда гуру сакшатхари тоже Гуру это ходячая шастпа Книга Баговна Вопрос в том, что если действительно как ты просматриваешь, то шастра это основа но если как применено в жизни то если возникает удиворечность что делать? Так а если гуру наставления будут расходиться с шастрой что это делать? Шастра одно говорит, а гуру другой Чей автор идет принять? Неправильно или гуру наставления А все равно надо что-то принять? Хаул принимаем? Шастра принимаем? Шастра принимаем? Шастра принимаем? Нету точности Нужен по любому какой-то третий третий Сад А лучше несколько сад Понятно Короче нету такого ясности Последняя попытка Что 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 Гуру А не бывает истинами и куловами Гуру бывает от воды То есть Возвращаемся к шастре То есть Возвращаемся к шастре То есть Даже Господь Будда Он был отвергнут Он отвергаем шастрами А он был Мы ему не следуем Вы сказали что Что Он не авторитен в соответствии с шастрами И мы его отвергли То есть Мы ему не следуем Иначе мы Иначе мы Тогда потеряем свое благочестие Если мы будем следовать буддизму Как Сказали уже Ну Уже сказали на этот вопрос ответ Сказали что гуру поясняет шастру И у них всегда нужно понять правильно Гуру это ходячее шастра Книга Бхагаватам и личность Бхагаватам И так же есть парамбара В которой гуру находится Это линия садху Тех которые Они так же реализовали на своем опыте А шастры же тоже Бывают что Не истинные В смысле? Ну например Писание Здесь вот так-то так-то написано Шастры Шастры И тогда мы обращаемся к гуру Если мы не понимаем Писание Не значит что они не истинные Мы не понимаем Или трактуем по-другому Нет допустим Кто-то написал И сказал что вот шастра Нет Ну шастра это ж по определению Должна быть шастра Шастра это шабдабраман То есть это Трансцендентная вибрация Это не написано каким-то Ну я знаю там Философом Мыслителем Спекулянтом То есть это шастра Это имеется ввиду Та которая написана В контексте священных писаний Соответствует седантии Тогда это будет шастра Она тоже может быть написана Например Написали Гасвами шастру То есть они расширили шастру То есть там есть куплет Где они говорят На благо всех живых существ Они расширили океан Бхакти Там Они написали эти писания Нано шастра Вичара Найка Нипунау То есть это тоже шастра будет Но так как она соответствует седанти Конечным выводам И дальше Ну правопада пишет книги это шастра Ученики его пишут книги То есть это говорится Оскорбление шастра нинда Это когда Литература ведическая не следуется И литература объясняющая Согласующая наставление с ведами Она может расширяться Веда она постоянно расширяется То есть если вы сейчас напишете книгу Или кто-то из вас В соответствии с седантой Сделайте еще раз комментарии Правда это положение ачарии Кто если сделает То сразу это будет шастра И сразу вы заметите положение ачарии Международное общество Сознание кричит Ну преемника Ну да Не ну просто Какие шастры Там какие шастры у них То есть они берут шастру Настоящую Настоящую шастру Но комментируют неправильно Шарирака бхаши Ну для них это не значит Что это абсолютно истина Почему? Потому что их концовка Для них тогда не действует принцип или что? Какой? Вот этот Шастры? Да Какой принцип Для них Ну Абсолютно истина Они действуют для всех одинаково Сунь Палец в огонь Ты получишь ожог Для ребенка Либо Для взрослого То есть она работает для всех Поэтому ну Майавади Они дают неправильную интерпретацию Шарирака бхаши Но это не значит Что для них это становится истиной То есть это еще один Ну а еще один Такой трюк был Это Шанкара Он тоже так Ну Определенная миссия была у него Хорошо То есть Тогда сейчас внесем ясность Ну я вас немножко специально запутал То есть самое весомое Это будет шастра Из всех трех Но большинство Выбирается истинно Большинством Еще один момент Может это опять же Несколько будет Тяжело Ну как бы Противоречить То есть Если шастра Ну Она в меньшинстве А садху и гуру говорят другое Это надо принять Садху и гуру То есть выбираем большинством И Думать Наша медитация должна быть Что мы неправильно поняли шастру Понимаете Если они могут входить в какое-то очевидное противоречие Мы принимаем гуру и садху В ущерб шастре Но говорим что это мы неправильно ее поняли Если шастра Весомее чем слова гуру Мы принимаем шастру Но наша медитация будет что Мы не поняли правильно слова наставления гуру Чтобы не было оскорбления Но истина должна определиться так Шастра весомая И большинство гуру убирается Разобрались да с этим? То есть номер один это шастра из трех Поэтому Либеральный Ведущий либеральный Во всех случаях Чтобы выяснить правильное направление деятельности Необходимо следовать руководству Посвятить себя старшему вайшнаву Это принцип анугадни Ну ладно это другой момент Итак Наши предпочтения два Большинство Первое и второе шастра главное И Как Прабу приводил пример Говорит что Шутих смрити пуранади Панчарат хравит хейхвинам Ахайту кихарях бхакти Ут пакайва калпате То есть Рупа Гасмами говорит о том Что тот кто не следует шастре Шутих смрити пуранам Тот он просто беспокоит общество И все что он делает это ну Это просто создает лишнее беспокойство Он должен То есть Есть люди которые достигли ну Например Аватхуты там знаете Которые живут уже не по шастре А они уже рагануги там Аватхуты, Парамахамсы, Бабаджи там То есть там Нитянанда Господь Или Решабхадев То есть Такие люди они должны Либо следовать шастре Ну которые У них своя задача была А вообще кто Кто достиг самореализации И ему уже шастра не нужна Шастра это как костыли знаете Костыли То есть для тех кто хромает Или ходить не умеет Для них нужны костыли Шастра чтобы подняться А когда вы уже поднялись Вы уже бежите навстречу Кришне Понимаете Костыли это уже абуза Правильно Бежите навстречу Своему возлюбленному То костыли это просто Ну за собой Знаете как это в кинокомедиях Показывают Хромой так шел на костыли Потом поднял костыли вверх И побежал Ну они просто вам будут мешать То есть надо отбросить Поэтому шастра Поэтому шастра уже даже не надо шастра Исследовать Ну опять же это к нам не относится Нам еще долго исследовать Возможно Поэтому шастра это костыль определенный И когда уже вы достигли самореализации То есть стали аватхутом Аватхут это когда Ваши действия непонятны абсолютно Вашнавейра и акрия мудра То есть они не подпадают Под никакие оценки Что показывали собой Некоторые личности То тогда такая личность должна Либо следовать все равно Чтобы установить пример для других Либо уйти в лес Ну шути смирите Пуранади Нельзя нарушать Иначе это беспокойство общества Представляете люди начнут смотреть Что великие личности они не следуют Они сразу начнут Соответственно имитировать И это приведет к хаосу То есть поэтому даже Кришна Он следовал шастре То есть Кришна он Проводил все ритуалы Все церемонии Там утренние обязанности свои исполнял Даже Нарадаму не проверял его Знаете в источнике описано Он заглянул в каждую Из 16108 Жон посмотрел с чем Кришна занят Поэтому необходимо идти по стопам И следовать И здесь пример у вас В пособии сахаджи и буддисты Ну буддисты мы обсудили Буддисты атеисты Атеисты не принимают шастру То есть Бога не принимают и душу Соответственно это не может принято нами Противоречит шастре Даже слова Будды Хотя он Бог Мы знаем В соответствии с той же шастрой И сахаджи Сахаджи это другая крайность Когда люди Кто такие сахаджи? Имитируют То есть которые дешево принимают Высшую цель То есть они ее дешево Презентуют или так сказать То есть например Ну какие-то сокровенные лилы Радхи из Кришны Или там высшие состояния сознания Они дают Ну они это представляют На публике широко И причем ну в очень низком так сказать Качестве То есть это будет Прокрита сахаджи То есть это значит дешево Принимают что-то Что является очень ценным Ну это другая крайность как бы они То есть шастру Тоже коверкают по-другому Либо не следуют Либо следуют неправильно Также есть чрезмерное следование Неомаграха То есть мы знаем Одна из принципов Которая заслоняет суть Просто следовать Ну в букве Это является также Той помехой Помехой которая препятствует бхактине Неомаграха Одна из Шабхир бхактир винаши То что препятствует бхактине Хорошо У цахамая Ну это относится к ложному энтузиазму То есть они черпают энтузиазм не из того источника Вот например энтузиазм Ну это Этимология слова Это энтузио Энтео Энтео Тео это бог Греческое слово То есть значит Это энтузиазм настоящий Он приходит из бога От бога То есть Иначе Другими словами Из выполнения Анг-бхакти И особенности Повторения Святого имени Бога То есть отсюда мы получаем Главный энтузиазм Но если люди получают энтузиазм Просто от Например От Какого-то положения Славы Там Признания Его в обществе Там Какого-то служения Которое ему нравится Которое ему приносит Определенные дивиденды Я знаю какие-то Побочные продукты Его служения приносят Материальные То есть он этим вдохновлен То есть это называется У цахамая То есть это ложный энтузиазм Который Он какое-то время То есть он Он может проявляться То есть И как бы Его стимулировать А потом он раз И поэтому ну как бы Такие люди они У цахамая Они сегодня Знаете Ап А завтра даун То есть он То на взлете На высоте То он полностью там Там В кругах Внизу в аду Там просто Мрачный ходит Как туча Ну такие Перепады сильные То есть это называется У цахамая Симптомом Да ну Фанатизм это значит Отсутствие твердой веры Когда человек он Слабо верит в то что Ну как бы Он пытается развить И Он пытается других Обратить в это И таким образом Укрепить свою веру То есть он любыми способами Пытается обратить в других То есть То есть Негодяи Вы все в мае Выкинь холодильник в окно Или телевизор То есть Придайся То есть вот эта Слабость веры Она Сподвигает человека На такие безумные Фанатичные вещи Чтобы укрепить свою веру А вдруг он примет Тогда я сам буду Правда Ну Значит он принял Я все правильно делаю Сахаджи Да То есть Понятно Что этот Просто находится Не на своем уровне Из-за Энтузиазма А тот Кто практикует Сахаджи Он ее практикует осознанно Дабы Ну то есть На что он обирается Ну это Прокрыто Сахаджи Это значит Личность Которая Не освободилась от Анардх Ну это И прежде всего Камы Вожделения И она пытается Ну как бы Вторгнуться В сокровенные Какие-то Аспекты Духовной жизни То есть Те которые Ну еще Табу Еще долго не откроются Тебе То есть пока В сердце Нет Это желание Просто Перенести свои Ложные представления На духовную сферу То есть Свои какие-то Неправильные понятия Или просто Желание получить это дешево То есть Не заплатив цену То есть Вот я сейчас хочу Понимаете Вот так вот И как я это вижу А как мы видим Когда мы говорим о Играх Радхи с Кришной То есть Мы думаем Сразу у нас Создается образ Определенный Чем они занимаются Но Ачария говорит Нет Это не это То есть вот так не думайте Почему Потому что они этим не занимаются А чем Мы не знаем Поэтому В этом всегда сложность Игры Радхи с Кришной Поэтому им всегда говорят А прийти из Чайтанья Вилия Там все понятно Там просто танцуешь Поешь И кушаешь И все Нормально Все легко То есть Бхакти-йога Теперь танцевать Кушать Замечательный процесс Ну как только касается Радхи Кришны игр Да там сразу Ну там Рагануга Там знаете Стаибава Там Там Какие-то Сатвикавичары Там какие-то Все это ну Так очень сильно навороченное Знаешь вы знаете Не разобраться Не разобраться Без гумутры Без гумутры Шутка Хорошо Домашнее задание Будет у вас Назовите пять пунктов Которые особенно Вас интересуют В преданном служении Вот выберите на свой вкус Ну какие-то пять пунктов Знаете Которые вы особенно любите Ну как бы не надо копировать Там Какие-то возвышенные идеи Просто вот Индивидуально Да Исиханг То есть у вас 64 Там Очень большое разнообразие То есть например Служить духовному учителю С верой и преданным Да Вишвамбайна Грухсева Хотите это выбирать Или там Тщательно избегать аппаратх Да там Там Джива Сева Кришна аппаратхи То есть выберите пять Которые вам нравятся Не которые надо А которые нравятся вам Ну Желательно Мы спросим Хорошо Тогда следующий принцип Будет пятый Пятый принцип Он Формулируется Как Саддарма Причха На санскрите Что значит Расспрашивать О вечных принципах Религии Это интересно Здесь Рупагасвами В следующем тексте Еще четыре объясняет Сразу Он Он Говорит Что он говорит Он говорит Саддарма И То есть В чем Удивительная Красота Бхакти Что эти шестьдесят четыре принципа Они Предлагают Ножество различных Практических Способов Как Как исполнять Как Увеличить Предное служение То есть Вы можете Увеличивать Его Разнообразными Способами До бесконечности И Причем Не уставая И не испытывая Монотонность Рутину Знаете Рутину Можно Разными способами Увеличивать Бхакти Сукрити Мы Все накапливаем Сукрити Продолжаем Бхакти Сукрити Для чего Потому что Мы хотим достичь Спонтанного уровня преданности Проявить спонтанные чувства Сейчас мы их Практикуем С усилием То есть Мы практикуем Чистая бхакти Но с усилием У нас нету Чистого бхакти Мы просто практикуем Мы не достигли ситхи И вот практикуя это Мы накапливаем Пунью Называется Бхакти Пунья Вот например Один из Моментов Как накопить Пунью Кто-то хочет знать? Это важно Когда вы повторяете Святое имя То есть Есть два варианта Его повторения Когда ум Начинает уходить От слушания То есть Невнимательность становится И вы ему Позволяете Это делать Вот он ушел Вы заметили Иногда бывает Мы не замечаем Потому что осознанности нет А иногда мы заметили Что ум отклонился И мы ему позволяем Гулять Где-то там Наслаждаться По всей вселенной Бродить Ну ладно Пусть там ум Зависает И как бы Джа пойдет все равно Солдат спит Служба идет То есть Вот это Круги подходят к концу Все нормально Гарри Кришна Гарри Кришна Оскорбительное Повторение То есть Наша Пуня Она тает Знаете Наш банковский счет Представляете Накапливая Накапливая Она начинает Просто спускается Вот так вот Причем Зазря А другой вариант Это когда Вы заметили Что ум загулял Где-то По своим Интересующим его темам И вы сразу Его отдернули Отдернули Вернули Назад Слушай Гарри Кришна Гарри Кришна Гарри Кришна Гарри Кришна Это вы пунью сразу получаете То есть Это способ накопить пунью То есть Как только он ушел Его назад Это пунья Как он ушел Вы сказали Хорошо Давай так Отдыхай Это Тогда Потеря Пунья Просто слушайте Он говорит А что такое Значит Просто не трогайте слум А возьмите его Направьте на слушание Все равно Вы его не победите Он имел ввиду Понимаете Да А то что Говорит Что Не можно У нас Бару Духовный счет Теряк Да Что вообще Да Да Потерять Мы его не можем То есть Бхакти с нами останется всегда Но оно замораживается Понимаете Оскорбление замораживает Бхакти лату Она не растет Вот вы делаете Какую-то деятельность Бхакти А она не растет Вы орошаете Эту лату Ну Языком садоводства А она никак не растет Вот вы совершаете аскезы Там Рано встаете Повторяете А нету движения И вот знаете Бывает такое Делаю-делаю Что-то вкуса нет Знаете Одна и та же То есть монотонность Почему Бхакти лата не растет Понимаете Это признак того Кто-то испытывал такие вещи Регулярно Да То есть это бхакти лата не растет Мы что-то делаем Ну зря Понимаете Ну почему Потому что нет развития Нет энтузиазма Нет новой жизни Такого вдохновения Знаете Знаете Ну Что-то новое Какая-то новая грань То есть Старые вещи Но опять новые какие-то Это ее оттенки Краски То есть вот это бхакти лата Это развивается А так ее нету Почему Потому что Заморозилась А заморозилась В средстве чего Прамада Одна из них Это оскорбительное повторение То есть Бхакти у вас счет Он вечно Он не сотрется никуда Но Роста нет Понимаете Роста нет Опять же Сильными оскорблениями Можно даже уничтожить Да Вот говорится Ну хатимат Это бешеный слон Который затаптывает Затаптывает вашу Ну бхакти лату И она вообще может Вообще исчезнуть Вообще То есть это Ну это надо сильно постараться Ну это как бы Случайно не бывает Надо сильно стараться Понимаете И может быть вы этого Достигнете Ну Ну как бы В кавычках Хорошо Тогда Один из этих принципов Будет отвечать на вопросы Которые возникают В процессе изучения Шаста И размышляя Над ними То есть у нас Разникают такие вопросы Мы можем Их задавать И это будет Старшим вайшнавам Предным Это будет Садарма Причка То есть это один из Анг Методов предного служения Которое Выполняется И некоторые вайшнавы Любят очень этот вид То есть задавать вопросы На лекциях Там К вайшнавам подходить И Джива Гасами Он это объясняет То есть я еще раз повторяю Татра Маха Бхагавата Сева Двитха То есть два типа общения Садху Прасанга Рупа И Паричарья Рупа Из Бхакти Сандархи То есть Просто общаясь слушая Да Расспрашивая И второе это Непосредственное служение Прасанга Рупа Паричарья Рупа Садху 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 Это Это Подобно И Бхакти В конце концов Мы достигаем высшего уровня То есть все через Кришна Кадху Прасанг Садхам Прасанг Через общение с чистыми преднами Сангхи В этой Санге возникает То есть поэтому это один из главных принципов Для Калиюги Кришна Кадха Это очень мощное оружие То есть это садхана Очень серьезное Прославление Бога Кадха В процессе Вопрошания И слушания То есть на этом Лиз Бхагав там построены Вопросы и ответы Парикшита И Шука Девагасвами То есть совершенные Вопросы Совершенные ответы То есть лучше не задавать Это Прабхапада назвал Perfect Questions Perfect Answers Прабхапада говорил Не задавайте Crazy Questions Иначе не будет Perfect Answers Да Иначе тогда придется Человеку переделывать Crazy Questions В Perfect Questions И тогда Он сможет Сделать Perfect Answers То есть иначе Ну не получится Ну взаимообмена То есть надо задавать Хорошие вопросы Для этого надо думать Ну Чтобы задать правильный вопрос Почему? Потому что это То есть это Взаимодействие Это общение Оно вызывает Оно побуждает Человека открыть истину Да Того, кто видит Сама Даршина То есть тот, кто видит истину Он открывает эту истину Татва Даршинах И в этом взаимообмене То есть когда мы задаем Правильные вопросы Мы стимулируем Мы побуждаем То есть Коснуться тем Бхакти Тем предного служения О Бхакти Бхагаване И процессе Бхакти Поэтому это очень Ну очень Сокровенные темы И ну это как бы Нужно Применять разум Для того чтобы Правильное взаимодействие То есть Как бы я вдохновляю на то Как бы правильно Вы задавайте вопросы То есть это Послужит вам Правильным ответом Потому что На крейзик Очень трудно дать Perfect answer Не, ну вообще Задавайте любые Ну ладно А то Ну все подумают Что надо думать Очень долго И это ступит долгое Молчание Хорошо предные У нас будет групповая работа еще Ну не сегодня А завтра На завтра мы ее подготовим Она пойдет как домашним заданием И у нас будут дебаты То есть предлагаю завтра вступить в дебаты А завтра уже не будет Да? Тогда будет на кураторских У нас Время поджимает Ну давайте на кураторских Это вставим Дебаты будут такие Три группы Я думаю это будет интересно Одна будет группа преданных Другая христиане А третья ученые Разбиваемся на три группы И тема будет За и против аргумента Существование Бога Вот что говорят предные По этому поводу Что говорят ученые И что говорят христиане Окей? То есть надо ну Продумать, да? А? А? Ну у них свой взгляд На существование Бога Поэтому интересно знать Что они говорят На аргументы вайшнава Почему? Потому что мы часто Соприкасаемся с ними Мы не знаем что ответить Либо Возникают какие-то Ну ситуации Может быть Такие напряженные Инциденты какие-то Порой у нас нет ответа То есть поэтому Ну можно подумать И устроить дебаты На кураторском собрании Наши кураторы Позаботятся Чтобы они прошли То есть три категории Лиц Подумайте Какие аргументы За и против Вот что говорят атеисты Что говорят По этому поводу Как им ответят христиане Как им ответят преды Еще есть время Можно разобрать Пару-тройку Других принципов Следующий будет Бога Дитьяга Хришна Сья Хе Таве Что значит Быть готовым ради Кришны Оставить все материальные Все материальные Все материальные Оставить ради Кришны Быть готовым Пожертвовать любой материальной Привязанностью Скажем так И Что подразумевается Подразумевается Что вставь на путь предного служения Мы должны Готовы Будем Расстаться С Любыми вещами Которые мы привязаны Извиняюсь Так Если использовать Это идеально То есть Для этого нужно применить разум Иногда какие-то вещи Невозможно использовать Либо на наших Уровнях сейчас Невозможно использовать Легче может быть Будет их оставить Или Или может быть Принять Ничего Такое Что нам не нравится Иногда В предном служении Нам Какие-то вещи могут не нравиться В духовной жизни Мы должны смело принять это То есть Тут есть Две крайности То есть Оставить то, что неблагоприятно И принять то, что благоприятно Есть такое правило В Шаранагате В предании Кришне Шаранагате Путь Где говорится То есть Надо Принять все, что Все, что благоприятно А это может быть Для нас неблагоприятно Но благоприятно Для предного служения И оставить Да, какие-то вещи Которые неблагоприятны Для нашего предного служения Давайте сделаем такой Брейншторм Что может быть благоприятно Кто-то может быть Такие аргументы Приводить А мы можем записать на доске Регулирующие принципы Свободы То есть Это благоприятно, правильно? Но для нас Может быть Может быть Для кого-то сложно Или даже Не очень благоприятно То есть Мы принимаем То есть Это Вот этот принцип Мы следуем этому принципу Как раз Если мы делаем это Бога дитя Кришна с Яхи Это В Да, какие еще? Мангала арати Рано вставать Надо вставать Где-то пол третьего Пол четвертого Чтобы успеть На Мангала арати Довольно таки Асхетично Да? Матхазин Раньше Да? Матхазин Еще раньше Матхазин Ритуал По сбору Он занимает Большое время Сатусанга 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 Это надо принять Сатусанга Разных уровней Бывает Поэтому Иногда нам может Кто-то не нравится Все равно Принимаем А? Зависть Зависть Да? Надо что сделать? Оставить Оставить Трансформировать Нельзя Нельзя Надо оставить Видите? Нельзя трансформировать Нельзя использовать Хотя если есть гнев Гнев говорят Можно использовать Что-то пробовал Нет? То есть редкие случаи Понимаете? Использовать гнев Оно как бы да Ну В идеале оно да В абсолютном смысле Ну а где вы его используете? Ну ладно там Вышел на хоренам И вдруг там Ситуация сложилась так Что ты проявил гнев И вот ты гневался да? Ты его держал этот гнев А потом ты его Додержал да? И на хоренами Выплеснул там на кого-то Или там на каких-то Негодяев материалистов там Ты ему проповедуешь да? Книжки распространяешь А материалисты говорят там Тебе какие-то Ну оскорбительные вещи Ты взял Ну на Кришну Или на Байшнава Ты взял и выплеснул этот гнев Задействовал Нормально Это преданное служение Но Сколько таких случаев правильно? А если гнев он здесь да? И его как бы ну Нужно от него избавиться Иначе он разрушает Поэтому лучше очиститься Лучше оставить Оставить Трансформировать можно да? В идеале ну как бы В конечном итоге Но все эти вещи надо оставлять То есть вот ну кто-то говорил Надо использовать Да мы знаем Что это универсальный принцип Какие-то еще есть? Принять Чувственное наслаждение Чувственное наслаждение, да? Принять Принять, нет? В сознании Кришны Чувственное сознание В сознании Кришны Мы же какие-то принимаем У нас же еще есть Чувственное наслаждение Или имеется в виду Грехомный, да? Который не направлен на Кришну Вот Определение греха Имеется в виду Ваше методическое Написано Что грех это Любая деятельность Чувственная деятельность Не направленная на Кришну Является грехом То есть Есть чувственная деятельность Направленная на Кришну Правильно? Например, какие? Принятие просады Принятие просады Там Танцы, да? Перед божеством Дискотеки Там Фестивали Там Там Поездки куда-то там Какие-то увеселительные Такие С преданными Там Харинама Есть такие Харинамы Потанцевать Попеть можно Поплясать То есть это чувственное удовольствие Явно Мы хотим этого То есть Есть преданные Привязанные к этому Очень сильно То есть это для Кришны Это позволяется То есть это хорошее Чувственное удовольствие Внимательно воспевать Святое Имя То есть это тяжело Но это благоприятно Это надо принимать Какие еще есть Какие еще есть Склонность Философствовать Да Умничать Ну Не ну да Занятие Да Да То есть мы можем спекулировать Или умничать Но на основе шастер Имеется в виду Если мы просто спекулируем Как бы То это как бы Уже дисквалификация А на основе шастер Это полезно Ну использовать эту Данную так сказать Способность Это одна из функций ума Спекулировать Что-то выдумывать Да То есть вот бери шастеру И как бы ну Да Ее там И так и так Рассматривать То есть И тогда это будет Спекуляция На как бы ну Бонофиды Ну Как бы Они должны соответствовать Вашей спекуляции В конце концов С конечными выводами То есть можно на шастрах Тоже спекулировать Но к чему придет Здесь спекуляция Я помню Кто-то дал Определение Реализации Что такое Осознание Реализация То есть это когда Ваш опыт Соответствует Анумане И протягше То есть не это когда Ваша Анумана То есть это Мыслительные спекуляции Соответствует Протягше Чувственному опыту И шабде Очень классное определение То есть реализация Это когда Ваша Анумана То есть ваша спекуляция Соответствует Протягше Чувственному опыту И шабде То есть конечным выводом Вет То есть это будет Реализация основанная на аномании какие-то еще что-то еще хотели чтение книг то есть это бесспорно основополагающее порой скучно не хочется час читать в день лучше в интернете повисеть отказаться на общение с непредными санга тьяга асад санга тьяга эйвашна вачар я вчера это прочувствовал аскеза ума речи тела благоприятно да аскеза ума всегда оставаться удовлетворенным это аскеза ума надо оставаться удовлетворенным то есть это аскеза оставаться удовлетворенным это аскеза представляете это не просто так что вот то есть оно где-то упало сверху нет это надо аскезу совершать чтобы быть удовлетворенным мы берем и на силу мы не удовлетворены но мы все равно я удовлетворен шанти шанти пожелание святого места пожелание святого места то есть надо отказаться будет от всего от всего надо будет отказаться ну как от всего от чего там мы не откажем но от каких-то привязанностей мы должны отказаться и в конце концов нет в конце концов мы должны отказаться от всего преданного ну это в самом конце почему потому что процесс преданного служения это предание полное это значит отказ от всех своих желаний от всех прана артха дия вача то есть надо все отдать Кришне прану свою речь вачу дия интеллект и артху отдать всю индивидуальность она проявится в вашем особом так сказать способе предания в том как вы с господом так сказать взаимодействуете на этой любовной платформе не имея никаких сепаратистских желаний только удовлетворить его то есть вот это вот как бы свое индивидуальное это как раз то что отделенное это сепаратизм это отделение от Бога то есть это нам кажется индивидуальность нет это ложное это ложное на самом деле это не есть индивидуальность это не есть индивидуальность но индивидуальность В нашем смысле это будет сепаратизм. Это бхинадрик или вот это притхак бхава. Это настроение бхава отделенности с желаниями или интересами от Бога. У нас другие интересы с Богом, понимаете? Это есть наша индивидуальность. То есть каждый по-своему будет. Да, у каждого есть своя какая-то эмоция, какое-то настроение бхава с Кришной. То есть вот в этом есть индивидуальность. Но других нету интересов за пределами Кришны и служения Ему. Почему? Потому что на самом деле другие интересы это что? Это мы служим, когда не себе служим, а телу служим. А это не наш интерес. Мы думаем, что это наш интерес, но это не наш интерес. А когда мы Кришне служим, это наш интерес. Вот в чем обман, иллюзия. Поэтому надо в конце концов все отдать предметы. Называется атма неведана. Даже душу, атму надо отдать. То есть Кришна хочет все. Ваши деньги, вашу семью, ваших детей. Можно уточнить, отдать это означает перестать считать своим и перестать себя отождествовать, да? Да. Это самое сложное. Потому что оно и так нам не принадлежит. Оно и так нам не принадлежит. Никак, ничто. Ни тела, ничто. Да. Даже сердце нам... Наше сердце нам не принадлежит. Представляете, то, что мы думаем, и то, это спровоцировано. Кришна нам может какие-то идеи давать. Может еще какие-то идеи возникать из нашей прошлой кармы, какие-то самскары. То есть нам ничего не принадлежит. Только вот эта идея, это чувство собственности. Вот это как раз от чего надо избавиться. Это самое сложное. Правильно? Почему? Потому что мы и так думаем, что нам-то все принадлежит. Понимаете? Или там, по крайней мере, что-то. Не может быть такого, что ничего. А на самом деле нам ничего не принадлежит. Ничего вообще. Не, ну это может быть для кого-то немножко расстраивающее. Такое, ну, так сказать, заявление. Поэтому я... Независимость, да, выбрать либо Кришна, либо Майя. Вот, ну как бы, независимость. Да, независимость Кришна не вмешивается. То есть Он позволяет. То есть даже сердце наше не принадлежит. Но вот это вот желание внутри сердца сделать туда поворот, либо сюда. Вот это нам принадлежит. Понимаете? Ну, Кришна туда не вмешивается. И даже сердце не принадлежит. Понимаете? Даже что у нас там возникает в сердце, и то нам не принадлежит. А? Вот шастра, гуру, садху. То есть мы следуем. Мы не знаем, в чем наше благо. На самом деле мы не знаем, в чем истинное благо. То есть спроси у людей, в чем благо. Вам скажут тысячи вариантов. Для каждого свое. То есть мы надо обратиться к авторитетному источнику. Вот в чем наше благо. Мы не имеем конечного результата, конечного опыта. Практично надо следовать шастри. Правильно? Как? Как? Я с вами говорил, что мы должны понять, что там ничего не принадлежит. Ничего. Что у нас есть, это просто вы вечные слуги. Вот это у нас не отримет никто. Никто. Да, нашу природу, нашу свабхаву никто не заберет. То есть мы слуги. То есть мы не господа, мы слуги. Этого никто не заберет. Ну и порой, знаете, духовные учителя есть там какие-то. Они такие экстремальные сделают такие заявления. Нам ничего не принадлежит. Сердце это все. Ваше даже сердце вам не принадлежит. То есть мы немножко так, знаете, шоковая такая терапия. Но это полезно как-то, знаете, чуть-чуть. Иногда давать это. Часто это тоже начнет действовать нам на мозги. Но иногда это хорошо так, спрыснуть немножечко, знаете, такую инъекцию сделать. Истины, сознание Кришны. То есть получить эту инъекцию. Это полезно. Это горький вкус. А как раз горький вкус он аму разрушает. Аму это вот эти все анархи, знаете, это все, что накоплено. Поэтому иногда такие заявления нехорошие. Они расшатывают ложное эго. Нам ничего не принадлежит. То есть это, ну, знаете, это заявление вообще. Не, но вам говорят, оставьте все. Отдайте свою атму, своих детей, все. То есть это шок, понимаете. Ну, в конце концов, я вас хочу успокоить. На самом деле, как можно это все сформулировать? То есть, в конце концов, это стоит того, все отдать. Стоит того. Почему? Потому что на самом деле мы воссоединимся с Кришной. А воссоединився с Кришной, когда мы все отдадим, именно все отдадим, тогда мы только с Ним воссоединимся. Почему? Потому что что нам мешает с Ним воссоединиться? Вот эти вот вещи. Те, которые мы оставили, которые мы не отдали Ему. Ум, тело, речь, душу. Ну, что-то мы не отдали, что-то не отдали. Вот это вот мешает, мешает, мешает. И когда мы все отдадим, тогда мы с Ним воссоединимся. А когда мы с Ним воссоединимся, мы поймем, что это стоило того. Нет, что это, да, чтобы мы ничего не потеряли, что это стоило того. Вот эти все лишения, аскезы, эти сотни рождений или тысячи, сколько там нам надо. Что эти все страдания, понимаете. все, что мы проходим в этом мире в конце концов если мы васадимся с Кришной то мы поймем, что это того стоило то есть на самом деле это стоящая вещь но это плата, это нужно плату за это отдать кто испытал, тот может быть нам не говорит я уверен, есть такие люди даже сейчас вокруг, они всегда есть без этого бы не работала система, бхакти бы не работала потому что бхакти только передается через носителя бхакти а если нет такого например, правопада все знают он такого уровня, калибра если сейчас, например, такого нету то значит бхакти не работает нет кого получить это семя всегда есть Кришна всегда держит кого-то только остается наша искренность ну как бы ученик готов, учитель приходит то есть как мы только будем готовы сразу проявится сразу а если мы ищем и говорим то нету таких чистых предных в исконах значит мы не готовы нас та санга у нас ровно настолько мы получаем сангу насколько нам это надо и Кришна понимает что эта санга для нас как раз то, что нам нужно в этот момент надо как бы эту сангу еще открыть ее все, так сказать благоприятные стороны а потом будет следующий этап но если вы искренне если как бы чрезмерно искренне то есть вот такая лаулиям страстное желание то Кришна может дать незамедлительно то есть в Бахне нет границ в Бахне нет границ то есть нету такого, что там опять же есть система то есть как бы нельзя перепрыгнуть нельзя перепрыгнуть это говорит Рупага Свами нельзя перепрыгнуть то есть сначала придет привязанность потом Гава то есть до этого все стадии должны пройти поэтому можно на этой позитивной ноте закончить остальное тогда уже Сарабаму пробуют проводить то есть практически мы закончили седьмую главу но там что-то осталось значит еще неделю 26 числа 26 не знаю какой-то день в день джай шрил пропады ки-джай ши гранд хращ бак ти расамбрия де синха ки-джай ши Рупага Свами пада ки-джай гор премьи нанде ль ль ль